Ножи уже прошли или нет? Ножей здесь нет, ножи на третьей карте, на десайдере, на инферно, если опять же мы с вами до него дойдем. А здесь пока что, если ты выбираешь карту, то твой соперник выбирает себе сторону. Ножи только на десайдере играют. Ну что, поехали. Первая пистолетка, ну и оптики, посмотрим, что из себя представляют. На неке уже в первой пистолетке. А там готовится выход на рампы-то, кстати, и там пока только... Снэпи уходит на вилку, и конфиг получает себе по голове, ну и готовится выход по точку Б. Здесь Снэпи в упоре. Хорош первый минус. Ну а дальше размин еще нет. Размин никого нет. Рефреш. Рефреш минус 2, рефреш третьего туда же. Ну и команда Норс, судя по всему, пистолетка проигрывает. Да, рефреш минус 4 при приеме с радио, и все хорошо. Все хорошо, все круто. Отличный старт, даже бомбы не поставили. Команда Норс. И вот они первые проблемки. Ну и здесь оптикам главное здесь уже не терять концентрацию, потому что мы видели, как они просто пяти глакам проиграли на дасте втором после выигранной пистолетки. После второй выигранной пистолетки. Ну и Снэпи поехали на радио сушить. Первый минус есть. Дальше у нас спрей не зашел. Размин имеется. Ника. Гейды здесь не перестреливает. И вот опять. Никогда так не было. И вот опять. Вальда закрывает еще иконку. Перефреш на размене. С МСЛ неплохо. И берут второй раунд оптики для себя. Ну и теперь полноценный бай от команды Норс. Выйти на радио дважды получилось. На рампах. В первом раунде приемки не было. Приемка с вилки была. Дальше на рампе. Принимал один игрок. Но его также успешно перестреляли. Ну и UMP на самом деле такой себе. Уже 50% раундов на дасте. Уже 100% раунде на дасте забрали оптики. О чем я и говорил. Что все-таки очень часто бывает так, что если ты первой карты там набираешь малый раунд, а с второй ты набираешь куда больше. Еще может быть и выигрываешь даже. Если проигрываешь свой пик. Первый минус от Юги. Поджим от рефреша не удался. Дальше Ника. Идет поджим к Ербаеву. Здесь выжидает. Ербаев еще один минус находит. Ну вот зачем? Ну вот зачем? Будет орден, если еще не одно девайс. Команда Норс не потеряет. Но все-таки первый девайс как минимум точно потерял. Погибает Кербай. Что буду делать дальше Норс? Пока что халдятся перед пристройкой. Бомба. Нет, все-таки Вальдес с бомбой уходит. Заходит на радио. А Норампе их будет встречать Снэпи. Снэпи Юэмпи. Не самый качественный девайс. Хотя в упоре девайс может, ой, как много шума наделать. Играет. Да, вот он первый минус есть. Его разменивать должны в любом случае сразу. Ой-ой-ой. Снэпи-то минус два в итоге делает. Хорошая ситуация. Два в два. И там дальше Кристиан Бенцеки. Бомба установлена. И немножко конфиг не туда. Простреливает два в два. Попытка ретейка. МСЛ на нижнюю заходит. На вилке по-прежнему у нас играет Эйзи. Ну а Юги? Not default. МСЛ пытается выйти. Конфиг понимает прекрасно. Попытка ретейка еще на вилке. Но вот МСЛ хороший минус нашел. Сейчас под флешку будет выходить. И нет. Ну это опрометчиво было. Опрометчиво. Филипп Эйстраб берет раунды своей команды. 2-1. 2-1. А по деньгам... Ой-ой-ой-ой-ой. 1400. Ну это сразу же пауза. Это сразу же пауза от команды Optic. Но зачем эти поджимы два были на пристройку и на улицу? Не совсем понятно. Громушки, вам бы впал за стихи читать. Вот было бы шоу. Да, действительно. Вот это было бы шоу, конечно. Ну что? Все-таки это бай в ноль. Понятное дело, там рецепт экономики нужен. Там что-то 1400 у Мика. Там еще у кого-то 1000 с небольшим было. Ну а в это время Дигл, ЦЗ, ЮМП, Крокодил и АВП для МСЛ. Да, конечно, разброс по девайсам здесь колоссальный у команды Optic. Решили сыграть больше в упор на МСЛ. Но не знаю, можно было на самом деле МСЛ и дропить какой-то ФАМАС. Своему тиммейту самому сыграть с ФАМАСом. Но делается упор именно на АВИК от команды Optic. А здесь Норс готова уже идти на вилку. Ну вот МСЛ как раз-таки сейчас с АВП попробует найти... Ой, все, а по АВП есть информация. По АВП есть информация, это должен класться смог, должна быть флешка и под флешку выходить. И причем МСЛ... А, кстати, нет, МСЛ, МСЛ хотел уйти дальше на 20, но ему этого сделать не дает. Хороший молек сейчас, кстати, но МСЛ живет. Первый минус находит под флешечку. Второго можно было, но не попадает. Уходит. Ну и вилку, по идее, должны занимать, но не торопиться уходить с радио игроки команды Норс. И здесь по-прежнему 3 опорника на А. На девяткой, на перестройкой и под скрипом. И сюда же еще и Ника перетягивается. Ну, видимо, оптики понимают, что к чему и что готовит команда Норс. Времени еще на самом деле много. Можно попробовать пойти через улицу поиграть, но с улицы контроля с девятки Ника. Так, ну что, заход через мейн. Ну и давайте посмотрим, что к чему здесь. МСЛ, МСЛ, Визит, Эйзи. Хороший минус. Ну а там уже конфиг дропается в пристройку с ЦЗ. Пока лежат смоки. 23 секунды. Еще один смок. Как же в этот смок сейчас пойдут игроки команды Норс непонятно. Снэпи, вероятнее всего, еще Эйзи его не прочекает. 15 секунд. А в бомбу-то будет ставиться или нет? Команда Оптик. Что с вами происходит? Вальда заходит через 9. Находит минус по Нику. Видит еще на пристройке одного. Все, должен быть выход в точку А. Да, и бомба должна как раз-таки сейчас сюда падать. Бомба падает. Ну, бомба падает вроде как раз-таки в плент. И она не успевает установиться, потому что конфиг убивает Кирбай. Еще и после времени минус Вальда. Это 3-1. Как же и здесь Оптик выкрутились из этой ситуации. Норс сделали все настолько тонко. 2 в 4. Но нет. Но нет. Бывшие тиммейты здесь насолили. Дай боже. Каждому так. Ну, молодцы, молодцы. И что по деньгам? Денег нет. Поэтому придется играть вот такой вот бай команде Норс. И очень близко команда Оптик к тому, чтобы выиграть 4-й, а значит и 5-й. Потому что на следующем раунде денег не будет в случае поражения у команды Норс. Давайте. 16-2 теперь за команду Оптик. Поехали на Инферно. Ника сразу же понимает, что это готовится проход через стрит. На коэффициент от нашего партнера приматч на победителя. Второй карты. 1.87 на Норс. И 1.87 на команду Оптик Гейминг. Вот так коэффициенты быстренько с 5-ти упали. Команду Оптик. Ну, поехали. Поехали. Готовы выходить на точку Б уже северяне. МСЛ. Ну, двадцатки пока никого не видно. Ну, и Снэпи здесь, по сути... Ну, минуса 2 точно должен делать. По-хорошему. Там уже и Ник прыгает. Ну, вот первый минус от Снэпи. Видит второго в нижний. Вальда. Ой, Юге здесь не зашло с ЦЗ. Остается 5 хпм. Но там уже и Ника присоединяется. К этой 105 фрагов. Но здесь не должно не пускать ни в коем случае. Гейда, бомба падает. Это 4-1. 5 в 0 от команды Оптик Гейминг. И потенциально пятый раунд. Потому что денег у северян нет. О, здесь Олегшки. Олегшки и Громшки. Нормально, Олег. Олег, а вы джасткилэнами? Да, я так понимаю. Оптик Нюк играет лучше, чем Даст. Ну, такое себе заявление, если честно. Я с тобой с корнем-то не согласен. Оптики очень круто играют, на самом деле. Второй Даст. Ну, не зашло. Не зашло. Ну, и в это время два уже минуса. От Ника и Конфига. Размен от Юги. Но вот второго там уже, я думаю, не дадут ему сделать. Оформить фраг. Хорошая граната залетает под Эйстропа. Еще и Юги погибает. Ой, 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 ой. Если бы Эйзи еще одного в гараже бы забрал, было бы прям слишком обидно. Но это 5-1. И вот теперь бай от команды Норс. Посмотрим, что придумают на этот раз. Кстати, ВА как-то вообще не торопясь пробуют эти команды Норс. Очень часто играют под радио. Была попытка с пистолетами сыграть стенку самоков на улицу и пройти в ней. Возможно, как раз теперь и оружейный мы с вами увидим, что будет проход под улицу с плитом с какими-нибудь рампами. Что-то в этом роде. Потому что на А, если это не первый тайминг, то на А выйти уже в теории тяжело. Без улицы точно. Так, конфиг. Нашивает. Не попадает на своего монету. А вот развороту было неплохо. Гейт разменялся неплохо. Причем самоков просто так вышли. На пристройке чел вообще ничего не придумал сейчас этот рефреш. И ой, ой, на девятку должен погибать. Ник, так оно и есть. Во-первых, ошибка рефреша глобальная из-за того, что он вообще ничего не сделал со своей позиционкой. Просто рефреш проиграл своей позиционкой раунд сейчас. Он должен был закрывать игроков на размене вместе с конфигом. Но он почему-то смотрел именно скрип, в то время как игроки с мейна ничего не могли поделать, потому что у них лежал смок. Это нужно было быстро игроку с девятки сразу идти помогать, потому что рефреш обращал внимание на скрип. А должен был смотреть игроков, выходящих из перестройки А с девятки. Игрок должен смотреть скрип. Ну то есть здесь вот уже конкретно момент коммуникации у команды. Оптик пошел под откос. Ну вот они вот такие вроде тонкие моменты. Но они непростительные. МСЛ совет АВП. Там деньги есть на этот раунд у команды оптика. Ну что, поехали. Четыре АУКа и один АВИК. Очень важный раунд для команды оптик гейминга. Его нужно выигрывать, да и более того, его нужно выигрывать с минимальной потери девайсов. Пока что на скале у нас Кербай в попытке отстрелить с его оппонентом. Никто не подставляется. МСЛ по-прежнему играет соло рампы. Он там к нему быстро, если что, кто-то стянется через девятку. Ну давайте смотреть дальше. Что у нас там по коэффициентам от нашего партнера при матч? Один шестьдесят и два двадцать пять. Два двадцать пять на оптик гейминг. Один шестьдесят на НОРС. Ну что, поехали. Выход с пристройки готовится. Ну и здесь в целом выход на точку А. Готовит команда НОРС. Простреливает у нас скрип. Смог на мейн. И пытается с Челла с мейна. Сейчас... Ой-ой-ой, там конфиг находится в минус. Конфиг разменивает моментально. А вот рефреш хорош. Вот рефреш наконец-таки смотрел то, что нужно смотреть. Ну сейчас, а где-то, а как Вальду-то пропустили? Вальду находит минус по рефрешу. То есть ситуация два в три, меньшинство за командой оптик гейминг. С девятки МСЛ приходит, но его зонят моликом. Он не мобилен, потому что у него авик здесь. МСЛ может попробовать выйти сейчас с ВП на своего опадента. 44 кп горит. Еще и Эйзи его достреливает. Снепи последний. Это еще один раунд за командой НОРС. Денег нет у оптиков. Потенциальный четвертый для команды НОРС. Ну вот, опять рефреш. Ну сделал то свой минус. Ну как еще-то одного пропустил. Божечки-то мой. Но дважды одна и та же позиция проседает у команды НОРС. Ну немножко, не знаю. То ли рефрешу не везет, то ли неуверенность. С девятки, опять же, саппорта своевременно никто не дал. Вообще никто. Ой-ой-ой, бедные оптики. Как же по морали-то сейчас этот раунд может ударить. И ведь реально ударит. Да, нади науку, Снепи. Ну что? Оптики. Я не знаю, на каком чуде можно так проехаться, чтобы Снепи со своей командой сейчас раунд забрали. Но, наверное, возможно, никакого чуда-то и не случится. Потому что НОРС объективно должны брать этот четвертый раунд. Быстрый выход. Хорошие гранаты. Рефреш. Читаем. Играет на своей пристройке. Не меняя свою позицию уже четвертый раунд к ряду. Или даже пятый. Зонится девятка моликом. Установлена бомба. И очередные плюс деньги для команды НОРС. Так, ну что? Команде оптика как минимум нужно еще пятерка к ряду брать. То есть ни в коем случае... Там сейчас четвертый. Проигрывают оружие. Пятый, значит, шестой уже. То есть, ну, здесь оптикам десятку вообще сто процентов минимум надо брать. Десятку это прям вообще железно. В партийном случае будет все очень плохо, но с моей стороны. Ну и АУК Снэпи все-таки вроде как засейвит. Ну что, девять раундов позади, еще впереди шесть. Впереди шесть. И за эти шесть раундов каким-то магическим образом команде оптик нужно свою оборону выстроить таким образом, чтобы этот аплент не просачивался. Если помните, по первым нескольким раундам Норс прям давили вилку, давили выход на АБ, и они полностью отказались от этой идеи и начали ходить под А. И здесь рефреши должны куда-то вот в другое место ставить. Если он сейчас опять на пристройке будет играть, я не знаю, что с ним будет. Но он на пять. Но на пять. Но на этот раз я надеюсь, что ему здесь помогут. Иначе это будет просто провал. МСЛ. Готовится принимать выход с радио. Там гейт как раз-таки дропает сейчас С4. Готовится также опять же раскидка на пристройку. Ну и посмотрим, что Норс придумает в этом раунде. Но опять же, оптика должна сейчас поднимать. Раз этот раунд получается, Норс вероятнее всего сделает его еще раз. И нужно в очень такой хороший тайминг дать молотов на выход со скрипа. Ой, 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 МСЛ. Не-не-не-не. Здесь, если только Ника не поможет, тогда это все, это провал. Но здесь Ника находит первый минут. Ника хорош. Второго туда же. Но третьего не получилось. А здесь уже и Кирвай погибает. Но 2 в 4, несмотря на это, МСЛ по-прежнему очень биты. Если бы МСЛ задавили, огромные проблемы были бы у команды оптик. Но пока живут, пока живут. Пока что живут. Гейда здесь прочекает кто-нибудь или нет? За снэпи. Хорош. Ну и последний остается Югин. У Югин здесь без шансов для него. 20 секунд остается. По нему есть вся необходимая информация. Это шестой для оптик. Но деньги есть у Норс. И будет закуп. Правда, АВП вообще стараются не покупать команды Норс. Так как очень быстрые раунды в теории играют. Югин еще все-таки снэпи сжигает. 6-4. Еще 5 раундов. Ну и вот снова, кстати, почему-то именно Норс попытались играть через вилку. Хотя... Предпосылки к тому... Наверное, все-таки были. Зачастую просто команды думают, наверное, вот таким образом, что если мы 3 раунда успешных сделали по да, ну там 2-3 раунда сделали успешных по да, соперник к нам уже будет 100% готов. Поэтому давайте все-таки поменяем свою стратегию. Ну, там на самом деле и Нико очень круто вписался. Да, там нашел 2 минуса в смоках. Если бы не эти 2 минуса, МСЛ бы 100% заруинили. В любом случае даже на репике, на рефраге и зашли бы на точку B и поставили бы бомбу команду Норс. Так что Нико здесь явно герой этого раунда. Ну и с другой стороны Норс. Возможно, и не стоило даже идти в эти смоки. Можно было и подождать под флешку через вторую волну атаки, сделать выход на рампы. И дальше через вилку выйти на точку B. Возможно, даже было и на двадцатку выйти. Дальше за контролем 9 и сделать сплит на А. Но здесь на самом деле развития очень много было. Опять же, Норс приняли такое решение. Ну и бог с ним. 4К 47-х и вот АВП для Юги. Вот тот самый АВП для Юги. Что он с ним будет делать? Возможно, со скалы где-то будет искать минус. Возможно, на рампах пойдет попробует найти свое счастье. Но нет, нет, на рампах его здесь не будет. Попытка от МСЛ сыграть агрессивно на стрите не удалась. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А видит? Нет, не видит. Он не видит. Он не видит кончик торчащий вот этот. О, все, это прострел. Ника. Но здесь, если бы сейчас Юги своего, бы еще пальнул спину, было бы просто Орево. Ну а так, 5 в 4 преимущественно одного игрока у команды Норс. Ну и смотрим дальше за продолжением атаки. Смоки на улицу. МСЛ. Ну вот за МСЛ хочется посмотреть, что он придумает в такой ситуации. Его здесь просто отрежут смоками. Ему не дадут ровным счетом ничего сделать. Если кто-то со скалы не дропнется на крышу, тогда МСЛ найдет, ну, минимум, один минус. Полетели раскидки. И МСЛ сейчас очень важную информацию дает, что это, скорее всего, проход на нижнюю. Нижнюю пока никто не контролит. А вот МСЛ все-таки нашел свой фраг. А с девятки-то ему хлопануть некому. Вообще некому. Вальда с бомбой. Если Вальда бомба сейчас потеряет, это будет провал. Это реально будет провал? МСЛ. МСЛ промах! Ну и теперь должен Вальда отсюда просто-напросто убегать. А там номер 2 его выжидает. И Снэпи здесь точно не ждут. Это сплит на точку Б. Но сейчас может выпасть бомба. И Эйстроп должен помогать своему тиммейту сейчас. Первый минус от Снэпи. Второй минус от Снэпи. Третьего не получилось. Но все-таки 15 секунд еще есть. Это ситуация 2 в 3 меньшинство за командой Норс. И там уже конфиг. 10 секунд. 9. Ну и здесь Юги должен сейвить. 7-4. Оптики берут безумный важный раунд для себя. Ух, как же это жестко, а? Как же это жестко. Так, ну и коэффициент от нашего партнера при матче. На победителя этой карты. 1.76 на Норс. 2 на Оптик Гейминг. А что по тоталам? Тотал 27.5. Больше 1.87 коэффициент. 27.5 меньше. 1.87 коэффициент также. Ну и здесь тактиковая пауза уже от команды Норс. И что-то мне подсказывает, что выход на А снова должен быть. Но этот выход на А прямо сейчас оптики должны читать. Потому что 2 абсолютно разных раунда у Норс не получилось. Что остается? Выйти на А. Либо быстрый выход через улицу. Одно из двух. То есть если это быстрый тайминг под выход на улицу не будет сделан, значит это выход в А. И это оптики должны прекрасно понимать. Так, ну что? Рефреш-то посмотрите. Пока что не играет на своей позиции. Первый минус по рефрешу. Ха-ха-ха-ха. Вот он просто выход на А. Мать моя женщина. Ну это же так. Ну я даже... Ну я же... Ну оптик. Ну рефреш. Ну сколько можно? Четыре раза. Четыре раза на одной и той же точке рефреш погибает. Ну как же так? Название кастера есть. Меня зовут Герман Громов. Громушки. Громушки. Поэтому не знаю. Помните, да, я же сказал до этого раунда, что вот все. Это выход на А. Если это не быстрый выход на стрит, то это выход на 100%. Ну раунд берет команду оптик. Ну как? Ну как вот так вот можно отдать заход на А? Не совсем понятно. Восемь-четыре. Восемь-четыре. И еще у нас три раунда в рамках этой половины. Сейчас будет, скорее всего, пистолетный какой-то раунд. Потому что денег не у всех хватает на полноценный бай. Да. Поехали. Два Уга, два Авика и один АК-47-й тренинг. Можно студию на секунду показать? Студия на первом канале. Можно там студию посмотреть. Это все-таки форсбайт команда НОС. Не хотят они слишком далеко отпускать команду оптик. И посмотрите на экономику. Кстати, датчан из оптик тоже все очень плохо поэконом. Флэшка под снайпи. Снайпи сгоняют. А халпа где? А халпа с двадцаткой идет. Только-только. Ой-ой-ой. Снайпи спиной. Да просто спиной бежит. Это что такое? Ты почему бежишь спиной? Я не понимаю, как это работает. Черт подери. Что это такое? Смог. Давай, да. Смог на раздевалку. И с раздевалки теперь точно никто не поможет. Но это выход на Б. Неужто первый раунд удастся под точку Б у команды Норс? Не дышать в микро? Сори. 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 Извиняюсь. Бомба ставится. Причем в закрытую. От нижней. Ретейк пять в пять. Такое нечасто на дынюк увидишь. Времени все меньше и меньше. Одним смоком отрезают вилку. Так, дропнули. Девайс от Ника первый минус. Но бомба очень круто на самом деле стоит. Команда Норс. Но а почему кейт дропнует? Что происходит? Акьербай где? Акьербай там в смоках такой. Тыри-тыри-тыри-тыри-тыри-тыри-тыри-тыри-тыри-тыри-тыри. Что происходит? Боже мой. Что они делают? Да, дела. Еще одна пауза для команды Норрес. Это 9-4. Еще два раунда в первой половине у нас остается. Ну и все-таки закуп есть. Один Галил, 4 АК-47. Ну а здесь уже в любом случае бай будет до конца и у одних, и у вторых. Ну и попытка хотя бы пятый раунд Норрес забрать. Две попытки у них есть. Ну вот если пятерку заберут в атаке, то это уже прям на самом деле бодренько. Четыре неплохо, но хочется наверное все-таки больше команды Норрес. Потому что там начинать пистолетки, выиграть первый бай и так далее. Ой, я там уже Эйзи просочился через винты. Кстати, по игроку на винтах вообще информации не было. Вообще. Так, всмаки. Ника. Ника, давай еще. Вот. И бомба выпадает. Ну все, теперь просто вся информация по команде Норрес есть, что они хотели сделать. Я не знаю, здесь уже оптики не должны отдавать шансов. Там с вилки будет два игрока в теории. Да-да-да, совершенно верно. С вилки два игрока будут принимать вышку на точку Б. И как это задетектить в команде Норрес абсолютно непонятно. Во-первых, не дадут поставить бомбу. Потому что два игрока с вилки это вообще никак не могут допустить. Ну и все, вся инфа есть. Вся инфа просто есть по команде Норрес. Огромушки тоже вроде лотерея, нет? Шо, 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 шо? Какой лотерея? Какой лотерея, дядя? Давай смотреть. Снэпи ставит бомбу. Покипает Эйзи. Смоки туда его. Снэпи минус два уже. Ну и Юги с Кербайм остается вдвоем. Два в четыре. Но этот раунд не имеет права вообще никак отдавать оптики. У них есть абсолютно все, что только нужно для того, чтобы задефьюзить эту бомбу. Правда, что вот с Макала нету. Отрезают моликом. Под флешечку выход. Нет, это дефьюз. Это дефьюз, но Юги. Юги, Юги. А кто? А где? А где челс верхний? Где челс верхний? Почему никто не контролит его? Только сейчас законтролили. Но бомба, по-моему, как раз таки не стоит под Кьер Баям. Кьер Баям попытки... Ой, его простреливают. Он простреливает. Он находит свою смерть. Где-то 10-4 команда Норс проигрывает этот раунд. В очередной раз на установленной бомбе на точке Б. Слушайте, на самом деле крайне парадоксальный КС мы с вами смотрим. Пока что. Ну, надеюсь, какую-то здравую мысль мы все-таки с вами поймаем. Потому что очень много на самом деле нелогичного происходит. И, кстати... Ой-ой-ой-ой, мужики. От нашего партнера по рематч коэффициенты на победителя в рамках этой карты. 3.55 на Норс. 1.27 на Оптик Гейминг. На Оптиков. 1.27 на Норс. 3.55. Сочно. Сочно. Ну, а дальше у нас что здесь? Конфиг теперь как раз таки сверхний принимает. Ник погибает. Рефреш на размене. Неплохо. Также погибает Эйстроп. Ну, размен 2 в 3. 2 в 2 уже. Ой-ой-ой. А в дефолте по-прежнему Вальдо и Конфиг на самом деле в этой позиции очень крут. Да, что он в очередной раз и доказывает. Хаешка будет у Юги? У Юги... Нет, у него только 2 флэхи. Ну, с этими флэхами будет очень тяжело. Сравится, да. 11.4. Первая половина за Оптиками. О чем я говорил в начале. Что вот если 11, то, в принципе, хороший шанс будет Оптик. Если 10, то это уже прям опасно. То есть один раунд действительно очень сильную роль может сыграть. Тем более на такой карте, как на Денюк. Продолжение следует... Напомню, что третья карта в рамках этого противостояния будет Инферно. Ну, если опять же мы до нее дойдем. Продолжение следует... Ну что, вторая пистолетка стартует прямо сейчас и Оптиком... Прямо вот кровь из носа эту пистолетку нужно брать, закрывать 12-й. Ну и проблема-то заключаться будет для Норс в том, что если они проиграют первый девайс на экономику, в теории даже дальше уже выстроить будет очень тяжело положительно. Ну, давайте смотреть. Да, это вторая карта. Это вторая карта. Первый выиграли Норс 16-2. Вполне вероятно, мы можем с вами увидеть размин пиками. Ну, а здесь Гейт. Первый минус для своей команды. Второй минус, третий минус. Отлично. Рефреш выходит. Также погибает Мпитат Юги. Ну и МСЛ. Капитан, последний, тоже походите на Спагейду. Да, безусловно. А вот, там еще и второму по голове прилетает. Ну и там спина приходит. Вальда, Вальда находит свой фраг. 11-5. 11-5. И Форесит, наверное, все-таки в такой ситуации, в таком раунде оптику вообще нет никакого смысла. Лучше дождаться первого оружейного и там уже стараться забирать свои раунды. Ну вот, попытка на выйти не удалась через перестройку. Посмотрим, что будут делать в следующем. Опа. Сюда. Сюда. А это Форс. Ахаха, это Форс. Ой, ну слушай, ну, дорогой мой зритель, я не знаю. Оптики могут себя этим Форсом-то и похоронить. Ровно так же, как и могут себя выдвинуть уже практически наличные лидеры. Ну это прямо на мужика. Прям огромные, жесткие, стальные эти нервы в команду Оптик Гейм. Ну давай смотреть. Вы Форсите, чтобы выйти просто с пристройки втроем с пистолетами. Ой, маме, браво. Браво команду Оптик Гейм. 1.6, денег нет, это 1.7 потенциальный для Норс. И там уже будет первое оружие. То есть я не знаю, почему, почему именно вот идея состоит в том, чтобы выйти с пистолетами через перестройку втроем. Окей? Окей, вдвоем. И двое выходят со скрипа в размен со смоком на мейне. Ну блин, втроем, втроем. Зачем, зачем? Просто вообще непонятно. Я не знаю. Эйзи. Первый минус. На стрите погибает Нико. Но здесь есть Диггл в руках конфига. Этот девайс действительно могущественен в его трущищах. Но, правда, не особо-то, я думаю, он поможет в рамках этого раунда. Не сам. Лучший спрей от Филиппа Эйстропа. Ну, в принципе, ты один из игрок команды Оптик. Шикарная работа. МСЛ находит все-таки свой минус. Ну и там должен погибать Снэйк. Да, есть МСЛ тоже минус. Ну, один минус нашли. На экономист. А вот теперь оружейный Атоптик. Мне кажется, еще один Форс, а комментатор кончится. Ну да. Не, ну просто, типа, я не понимаю, зачем. Опять же, с другой стороны, кто я такой, да, чтобы говорить команде Оптик? Что вы делаете и так далее? Ну, опять же, ну, я вот, допустим, не увидел здравой мысли. То есть, именно в этом во всем. То есть, окей, Форс не проблема. Проблема в его реализации. То есть, типа, я не против Форсов вообще ни в коем разе. Тем более, что отрыв-то по раунду был неплохой. Был. Осталось 4. Проигрывают этот раунд и останется 2. Так, ну что. Готовятся, готовятся постепенно. Игроки команды Оптигейминг. Пока что в Сигрете играет Вальда. Ой, выход на радио здесь Юги. Но Юги пока сегодня не промахивается с авиком. Вот первый минус есть. Отрезает еще и Моликом. Некоторые углы своим оппонентам. МСЛ находит минус по Кьербаю. Кстати, Маркус здесь, ну, зафакапил. Зафакапил объективно выход. Своего оппонента с гаража. Должен был убивать 100%. Гейт все-таки перестреливает капитана команды Оптигейминг. МСЛ. Что дальше? Выход на Аплэнд. Нико уже вышел. Молик на 9, но там же... Ой, гейт еще увидели. Гейт уже погибает. Здесь размен 2 в 2. Но бомба установлена. И, кстати, он закрывает еще и в винтах Вальды. Последние Юги. И Юги будет сэйвить или уж все-таки пойдет в ретейк. Что? Двенадцатый. Двенадцатый для команды Оптик Гейминг. Туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп. Погоди, 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 погоди. Тдф? Нет, нет. Конфек не прощает. Конфек, кстати, хороший матч проводит. Как ни крути. Это действительно правда. Что по статистике у него? Ну, статистике 14.9. В принципе, все близко идут игроки команды Optic Gaming. Первый раунд для них оружейный заходит. И снова 5 раундов преимущества. Ну, самим еще 4 в атаке надо брать. 4 в атаке это очень много. А что по закупу? По закупу интересно. 3 Ауга, UMP для AZ, Юги снова Савика. Так, что там? Быстрый выход с пристройки был или что? Или мне показалось? Нет, показалось. Там всего лишь на всего скрип открылся. Под флешечку. Под флешечку. Но здесь должны игроки команду North принимать как минимум 1 в 1. AZ будет в упоре играть с UMP. Понятно дело. Еще и здесь Айстроп. Бывает моментально. Ой, какая же хорошая хаешка. Там и Вальда помог. Гейт хорошо включается в эту борьбу. Ну и здесь нафиг погибает последний Нико. Ну и яки открытую книгу прочитали North своего оппонента сейчас. 5 в 1. 5 в 1. Девайсы не теряют. Это очень важно. И денег нет с нового команды Optic Gaming. Можно попробовать сыграть с пистолетами. А можно снова зафорсить. Да, в оптике? Что, форсить будем? Ну нет, все-таки пистолеты. Бай до 2000. Я-то уж думал. Я-то уж надеялся. Так, ну здесь пока что Айстроп без проблем. Перестреливают в бомбкерри. Также снэпи. 5 в 0. Или хотя бы один минус найдет команда Optic. Там по гейду все-таки залетает 20% дэмэж. Так, со спреем здесь не пошло. Не пошло у игрока команды North. Да, это 5 на. Опа! Castle D у нас подошел. Castle. Мое почтение. Мое почтение низкий поклон. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Да, в принципе, каждому из вас, дорогие друзья, здравствуйте, кто только недавно подошел к вам хорошего просмотра и, в принципе, хорошего дня. И кто со мной с самого начала, еще больше вам, так скажем, почтений, хорошего настроения. Всем, всем классного каэсика. Ну, посмотрим. Три раунда преимущества команды Optic остается. И здесь тоталы-тоталы будут сейчас гореть у кого-то. Гейт. Гейт на этой позиции просто навсегда сидит. Его должны уже, по идее, читать игроки команды Optic. Если не прочитают, я буду жестко орировать. Такого не должны допускать. В любом случае... Готовят раскидку на улицу. Команда Optic Gaming, неужто выход на базу B? Так, а давайте посмотреть. Нет, там вроде как сплит на А готовится, потому что есть двое игроков на пятерке. И как раз таки сплит на А может получиться очень даже бодрым. Ну, посмотрим. Давайте смотреть. Так, правильно. Там первый минус, второй минус. А там только сейчас дропается конфлик. Да, это сплит на А, как я и говорил ранее. Но вот Гейт здесь, кстати... Ну, по идее, чекать должны. Опять же, в любом случае он эту позицию никогда не покидает. Абсолютно никогда. Но там еще игрок с девятки должен прийти. И он только сейчас идет. Как же в тайминг не попадает команду Optic? Могли выйти чуть раньше. Так, Гейт прочекали. Несмотря на то, что все-таки знали, что он там сидит. 35 секунд. И... Да, бомб сайта-то не удается добраться. В команде Optic Gaming, кстати, там что-то сделает. Ну, максимум, что он сделал. Махал ручкой перед 23 раундом. Это 12-10. Ну, и... Ну, денег, опять же. Вроде и есть деньги, но не совсем качественный бай будет. Если и будет бай, то без раскидки. Ну, оно, опять же, не нужно здесь. Сообщение удалило модератора. Слушай, вот этот топ. Этот топ. Так, ну что, поехали. Пистолеты. Дожди, пистолеты, любовь. Команда Optic проход через улицу. Опа, не ваншотик. А вот здесь, здравствуйте. От первая привет. И от юги туда же залетает. Опа, еще и эйзи. Прием секрета. Неплохо. Снэппи остается здесь. И рефреш 1.5. Одиннадцатый. Одиннадцатый для команды Optic. И безумно важный оружейный... Чё, подожди, чё я сказал? Одиннадцатый для Optic? Одиннадцатый для Нора, спросите. Спросите, мой французский. Оптик безумно важно выигрывать в следующий раунд. Проиграю его, там уже отпускают абсолютно всё в своё преимущество. И дело-то даже не в том, что, окей, на какой-то момент Норсы могут сравняться там по счёту. Дело-то в том, что по экономике, обратите внимание, сейчас 4600, 7900, 7000, 3500, 6800. Сейчас раунд кончится, им ещё накапает. И у них как минимум 2 раунда к ряду будет бай. 2 раунда к ряду в обороне бай. Чтобы вы понимали. И статистика какая у нас? Одиннадцать четыре по итогам первой половины. Ага. Получается 6-1. Или даже уже, подожди, уже 7-1. Ура, вторая половина. Пока 7-1, Норс ведут на второй половине. Ну, вот так и дела. Такие дела. А так пока не идёт на слово совсем. Пауз. Почему нет пауз? Почему нет пауз? Оптик гейминг. Неужели вам эти квалификации вообще не сдались? Коэффициент нашего партнера паримача. Ой, кто же там 355 словил? Ставьте плюс в чат просто. Потому что сейчас 1.22 на команду Норс. И 4 на оптиков. 4 на оптик гейминг. Напоминаю, что проигравшая команда покидает эти квалификации. Как же много залетает? Залетает, ой, мама, 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 мама. 26 хп у МСЛ, Ника 6 хп, 73 реферс, ну окей, 73 это ещё ладно. Ну, 2 родовых, 2 очень битых игрока у команды оптик гейминг. Там приём секрета должен быть настолько... А, Юги первый минус находит. И это даже не родовый был. А, нет, это родовый был. А, нет, нет, это не родовый. Ничего не родовый был. Сейчас ещё и молик туда. У, давай, гори, оно огнём ясным. И здесь Юги, вероятнее всего, будет ждать. Хлопы от своего тиммейта. Юги, обидный промах дважды. 30 секунд есть. Здесь уже вся атака понятна команде Норс. Здесь просто всем уже можно дропаться в винты, идти закрывать точку Б. Ну, и здесь уже Вальдемар. Добрый вечер. Это 2 в 5. 20 секунд времени до конца этого раунда. Погибает ещё и рефреш. И это неужели 5 в 0? Это 5 в 0, дорогие друзья. 12 в 12. Ну, деньги есть, окей, у команды оптик. Но какой толк, если твоя девочка плачет. Ну, это актрилическое отступление, прошу прощения. Извините, извините, извините. Это просто из мемасов пацанских пабликов. Кто помнит? Кто троллил пацанский паблик? Какой в этом толк, если твоя девочка плачет? Не знаю, к чему я это вспомнил. Вот, кстати, вспомнил про паузу. И пауза у нас как раз-таки прожимается с командой оптик. Так, ну что, поехали. 25 раунд. Сумасшедший бай от команды оптик гейминг. 3 мак десятых, UMP и дигл. И на самом деле я вообще ни капли не удивлюсь, если они на ноге сейчас этот раунд просто заберут с фармилками. Ну давайте, выход на Аплэнд. Да, давай, давай, туда его. Первый, второй минус от гейда. И все, вся атака похоронена. 13-12 за командой Норс. Ну, давайте смотреть следующий бай. В любом случае будет у команды оптик гейминг. Они оставят на себе энное сбережение. Это, кстати, очередные 5-0. Два раунда подряд оптики не могут найти ни одного минуса. Ну и Норс состоит в 3 раундах до победы. 4 оптика. Так, у нас уже 9-1 на второй половине. Хорошо, хорошо, нормально. Кирбайпер минус. От Ника разберяется. Вальда выживает, да ладно, 2 хп. Под флэшит можно еще и скалу пикнуть. Ай-яй-яй, если бы, кстати, пикнул скалу, то надо в дымы все-таки конфликт. Находят свой фраг минус. Вальдемар это 3 в 3. Комментатор в цирке, РБД, Азорг. Ты прав. Совершенно верно. А что? Тут у нас у самих цирк. На экранах. Он погибает. 3 в 2 и готовится выход со скрипки. И тут вся информация есть. Ну и гей должен помогать. Очень-очень-очень поздно приходит гейт, во-первых. Там Юги. Юги сделал всю грязную работу. Не ваншот по снэпе. 21 хп, молик под винты и попытка установить бомбу. Ну окей, даже бомбу он установит. Там стрик по раундам уже, по луз раундам идет. Там в любом случае будут деньги на следующий раунд. Такой мадобчик. Опять же, какой в этом смысл, если не могут взять раунды? 14-12. 14-12. И это 10-1 на второй половине. Я вот не знаю. В оптике единственное, что, как мне кажется, им больше всего не хватает, это внимательность. Они опять же очень торопятся. Кто со мной был на втором дасте, я уже говорил, что парни очень-очень торопятся. Ну нельзя так. Ну вот они погибают на минуте 20, на минуте 10, на минуте 30. Уже там 2-3 у них не хватает. Ну и это 3-е, или даже 4-е ползатка мадобчик. Кто круче, комментатор или аналитик? Ну слушай. Я думаю, что комментатор. Ну типа, ты можешь быть в одном матче комментатором, а в другом аналитиком. Как это у нас бывает. То есть в этом нет ничего плохого. Ну и сравнивать кто... Опять же, что значит, кто круче, комментатор или аналитик? То есть если бы у нас были бы просто дефолтные аналитики, аналитики, как, да, вот Литл. То ли, конечно, как там Хучс приходит, который... То это одно дело. Но мы-то меняемся между собой, поэтому... Ну что? Два раунда до победы команды Дорс. Рефреш. Рефреш. Рефреш, а делает не на спагейду. Ну, пока 4 в 5. Прошу прощения. Выход на Аплэнт. Хорошо, хорошо. Был очень не ругнулся. Ну это реально провал. Я не знаю как. Ну как это так? Почему они это делают? Конфиг MSL вдвоём. Конфиг MSL вдвоём. Давай. На. MSL последний. В руках АК-47. За плечами опыт и победа на первом эпицентре. В качестве Дигдитас дальнейших Норс. Тащи! Один в три. Давай. Ну, жизнь. Я уже не знаю просто оптиках и оправдать. Просто одна и та же фишка творится. Две карты подряд. Одна и та же. Я здесь уже не знаю. А, типа, ну там чё, not in my house или как? Да, это not in my house. Димка, ну он ведущий аналитики. Просто, знаешь, как факер там. Как Стёпа Шульга. Не дыши в микробатном. Да сори. Да я вот в процессе этого супер шикарного матча забываю. И плюс жарко ещё. Так жарко, что... Ничто. Поехали. Три матч-поинта у команды Норс. Три матч-поинта, четыре UMP и один MP5 SD. Это действительно MP5 SD. По-другому это не назовёшь. Юги. Юги. Готов принимать выход на стрит. Смочок. Ну и в этот смочок. Ой, ох, как же это было близко. Выход на нижнюю. Выход на нижнюю. И там Норс уже готов, в принципе, принимать. Первый минус от Вальды есть. Переключаться-то будем или нет? Ну, зачем, зачем? Зачем? Снепи находит свой минус. Конфиг также свой фраг нашёл. Пока что три в три. Но пора ставить бомбу. Гейт. Фраг на Вальдугу. Также минус. Снепи. Ну и рефреш. Последний. Дяденька рефреш, дяденька рефреш. Дорогие друзья, сколько у нас получается? 12-1, да? Да, 12-1 на второй половине. Команда Норс. Ну, правда, рефреш ещё может потащить эту ситуацию. Громышкин, где страйк? Ну, он же виплей. Был в Старламе, виплей. А это победа команды Норс со счётом 16-12. Да, это было легко. Это было очень легко. Команда Оптик покидает эту квалификацию. Норс шагают дальше. Дорогие друзья, как-то так.